Энергичное стучание пальцев по клавиатуре и судорожное клацание мышки здесь звучит весь день. В классический университет прибыли лучшие умы томских, новосибирских и алтайских вузов, чтобы поучаствовать в Хакатоне. Это IT-форум, на котором команды соревнуются в решении поставленных задач. На этом мероприятии студентам на разработку проекта дали меньше суток. Хотя обычно Хакатон идет несколько дней. Удивила и тематика, связанная со спутниковыми снимками. Вообще Хакатоны, они проводятся на тематике разработки программного обеспечения. То есть различные цифровые сервисы в любом, наверное, применении могут создаваться программистами. Мы пошли именно специально на сужение этой тематики. И фактически такой Хакатон проводится впервые не только в Сибирском федеральном округе, но и вообще в России. Студентам предоставили спутниковые снимки Алтайского края от компаний, занимающихся изучением космоса. С помощью спектральных диапазонов конкурсанты высчитывали по формулам состояние растений в разных районах региона. Самой популярной темой проектов стало сельское хозяйство. Определили разницу во вспаханных земель в мае, допустим, в июне. И можно определить, в каком месте, какое было количество работ произведено. Если это будет на нашем месте какое-то агропромышленное предприятие, то оно точно так же сможет отслеживать все это без необходимости какого-либо выезда, контроля. Однако подобные снимки помогают не только сельскому хозяйству. Одна из команд занялась проблемами горных пород, а также озеленением краевой столицы. Пришлось даже создать сайт, чтобы накладывать разные фильтры на снимки. Мы постарались создать прототип веб-приложения для граждан Барнаула, куда входит, соответственно, статистическая информация о озеленении территории. И также можно посмотреть, какие лесопарковые зоны находятся. И мы предполагаем функционал этого веб-приложения в том, что граждане смогут посмотреть проектируемые в дальнейшем территории, где будут либо насаждения, либо новые парки. Всего в соревновании приняли участие около 50 человек. Мероприятие планируют провести и в следующем году. Также в 2024-м правительство края хочет в очередной раз организовать хакатон, посвященный нейросетям. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.